Вот такие красивые виды иногда случаются из окна. Черное небо сейчас, наверное, вольет, как из ведра, а с юга-запада солнышко светит. И со второго этажа открывается вот такой вот прикольный вид. Смотрите, насколько черное небо. Осенью тоже бывают красивые моменты, и их нужно уметь ловить. Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Гевланов, канал Тамбов Гарден на связи. 14 октября. Немножко я подзадержался с третьей серии про свои хвойные. Но иногда так бывает, да. Итак, что у нас? Первый уровень, придомовая территория. Поехали! Вот здесь вот, где у меня сбоку от дома, вот здесь вот рядом с беседкой, значит, был посажен Дварда Дендерна Розе Лайтс. Вот, один Дардендерн пропал. И на подготовленную лунку, такую торфяную, я посадил еще одну туечку, кое была у меня и на втором уровне, вот, про которую я говорил, что непонятно какой сорт. Вся партия в питомнике покупалась, как туя западная, Литл Джем. Я думал, возможно, что это сорт Литл Гем, есть еще такой сорт, который нарастает такой кочкой. Может быть, это и один и тот же сорт, не знаю. Но вот эта вот туечка, она как-то вот здесь вот немножко выбивает макушечку. Такая интересненькая нарастает, потому что больше в тенечке. Короче, вот плюсом еще одна такая туечка. А далее, прогуливаясь по двору, мы первым делом идем вот сюда, вот к краю подпорной стены. И нас встречают четыре красивых золотистых туи санкист. Это уже такие большие метровые высоты практически, вот если брать по самому верху. Такие вот четыре красивых шапочки, четыре красивых бочки, так скажем. В дальнейшем, что хочу с ними сделать? В дальнейшем хочу, чтобы они сомкнулись. Высота их не будет превышать. Ну или если будет превышать всего лишь сантиметров на 10-15 подпорную стенку. А здесь сделаем такую как бы массив, можно сказать, из них. Будем, конечно же, их застригать. Ну и, как я уже говорил в каком-то из обзоров, то, что все вот эти хосты, они отсюда уйдут уже на следующий год. Потому что, ну вот, видите, и не видно ее даже, там вот красивую хосточку. Правда, еще не знаю куда. Верески сейчас очень красивые. Конечно, обзор про хвойные. Но верески пока отсюда никуда не уйдут. Будут вот здесь вот по краю этой клумбы также расти. Ну а в дальнейшем посмотрим. Далее, Туи Смарагд. Это была туечка, купленная одна из первых на мой участок. Вот. И высота уже 2,5-2,60. Вот такая вот красивая колонна Туичка Смарагд. Очень красивая, уже намного выше меня. Далее, далее, далее идем. Здесь смотрим по подпорной стенке. По подпорной стенке у нас здесь больше ничего нет. Кроме колоновидного можжевельника Монарх. Можжевельник Китайский Монарх занял свое место в углу. Он специально у меня здесь посажен. Потому что в дальнейшем, думаю, что он все-таки будет набирать объем. В этом году, вот я его не стриг. В этом году он у меня как-то, знаете, слабовато прирос. Но он не обгорал ничего. Возможно, из-за того, что я не стал подсыпать под него никакие удобрения. Вот он немножко послабее себя чувствует. Так, далее уже давайте дойдем тут вот туда по забору, по подпорной стенке, а вот по этой боковой клумбе, по миксбордеру. Еще одна туечка Смарагд. Эта туечка была самая маленькая, самая плохенькая. Вот из тех 22 штук, которые растут у нас вон там, вон на втором уровне. Вот, и она была посажена вот сюда, рядом с гортензией. Но знаете, что ее в том году, вот здесь вот придушил стахис, и придушила немножечко астра вересковидная или верескообразная. Почему придушила? Потому что в том году она была такая же крошечная, маленькая, и совсем практически не хотела развиваться. В этом году вот заметный дала вот такой вот прирост, его сразу видно невооруженным глазом этот прирост. Ну и думаю, что они там между собой, эти растения, все договорились. Кому в какую сторону расти, где кому какие питательные вещества брать и так далее. Далее у меня туя Голденсмарагд. Плюсом еще одна. Вот такая вот здесь растет между гортензиями, спиреями. Такая вот золотистая красивая туечка. Далее заканчиваем и переходим на две вот здесь вот клумбы, которые у меня находятся во дворе. В предыдущей серии мне много писали про мой неизвестный можжевельник, что это скорее всего блю-чип. Некоторые даже с утверждением писали, что это блю-чип. Нет, ребятушки, это не блю-чип, потому что блю-чип, вот он у меня, посмотрите какой красавчик. Уже, ну вот моя нога, 45-го размера в кроссовке. И вот вы можете уже по соотношению с моей 45-й лапкой сравнить, какого размера вот здесь вот блю-чип. Ну я так думаю, что метр два, метр два с половиной, наверное, в диаметре он уже есть запросто. Здесь вот занял уже практически всю дорожку. Здесь тоже, ну здесь вот пролет дорожки очень большой, ему как бы нарастать-нарастать сюда. Но нет, скорее всего на следующий год я его уже оккультурю, потому что, ну дорожка нужна для того, чтобы ходить, а не для того, чтобы на ней рос блю-чип. А блю-чип потихонечку, пускай занимает первый ярус, или так скажем, нулевой ярус, под вот этими всеми растениями. Не знаю, как поведут себя растения, вот другие, будут ли они себя хорошо чувствовать или нет. Если у кого-то такой вариант развития есть на клумбах, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как, допустим, если будет блю-чип нарастать вот туда вот дальше, между растений, не придушит ли он все растения, которые растут на этой клумбе, или же придушит. Хороший можжевельник, не подмерзает, не выгорает, ничего с ним не бывает, очень красиво меняет свою окраску в зиму. Вот чуть попозже, когда начнутся у нас морозцы уже такие, у нас еще, ребятушки, не было ни одного такого конкретного морозца даже. Ну что-то там было такое, ноль, может быть минус один. Вот знаете как, и не машина покрывалась, крыша и лобовое стекло. А так вот, чтобы в бочках, у меня еще до сих пор в бочках вода, так вот она ни разу даже тонким литком даже не подернулась. Вот такой красивый, хороший и теплый октябрь стоит у нас. Ну вот такой вот блю-чип. Далее, туя западная, golden globe. Метровая где-то в диаметре, высотой, наверное, сантиметров 80. На зиму единственное, что я связываю ее бечевкой вокруг. А так, вроде ведет себя хорошо. В этом году была на полном солнце, не пригорело ничего. То есть, держит хорошо весеннюю солнечную нагрузку на себе нормально. Далее, туя из матлик. Ну, про эту тую я уже неоднократно говорил, что вот такая туечка плоховато здесь развивается и растет. Мне даже написали, что, возможно, дерен ее поддавливает своими корнями. Но вы знаете, что-то я вот думаю, что не в этом все дело. А дело здесь совершенно в другом. Вроде как и клумбы это образовывалось здесь. Но когда я здесь копал лунки посадочные под растения, вот первыми здесь поселились вот эти вот гортензии по краям. Вот, здесь был один строительный мусор. Но не от нашего дома, а от другого. Поэтому вот как бы под гортензии я копал большие-большие лунки, заполнял их черноземом, с торфом, с хвойным опадом, перегноем. А вот под все остальные растения я, ну так скажем, не очень сильно старался и копал не очень прям такие огромные-огромные лунки. Возможно, то, что здесь вот все-таки очень сильно земля защелоченная. Вот именно вот этим вот цементом, строительным мусором, гипсом, возможно, там, ну чем-то вот таким вот. Вот, поэтому вот туечка вот эта, да и, собственно, туя Golden Globe, она тоже, ну, как бы видел я уже вот туечки Golden Globe, которые посажены наравне с моей, и они выглядят гораздо-гораздо лучше. Возможно, вот причина в этом. Ну, а можжевельникам, как говорится, им пофигу, на каком субстрате расти. Главное, чтобы было куда присосаться с корнями, а дальше уже они пойдут разрастаться. Особенно такие можжевельники, которые вообще неприхотливые и, так скажем, ну, грубо скажем, неубиваемые. Вот. Далее, вот здесь вот у меня еще одна, еще одна, еще одна туя Даника. И на этой клумбе у меня все хвойные закончились. Ну, а мы переходим вот на мою клумбу, которая очень часто мелькает у меня, когда я снимаю вот из этой двери, когда в основном идет дождик. Вы можете видеть вот часто очень вот такой кадр. И эта клумба, она вот у нас прямо около крыльца. Значит, что здесь по хвойным? Здесь у нас раз, два, три. Три коники. Коники уже где-то у нас метр высотой. В этом году уже метр высотой. Посмотрите, богомол какой сидит красивый. Вверх ногами. О, греется, наверное. И здесь еще есть маленькая сосеночка. Вот такая вот. Ну, вот я думал в этом году ее уже отсюда пересадить. Возможно, что пересажу с весны. Это сосна без сорта была. Просто как хвойный микс покупалась в П-9 или даже в более меньшем размере стаканчика. Написано было, что хвойный микс. Я думал, что возможно это пумелия. Но пумелия, она не так нарастает. У этой сосны очень большие приросты. В том году это вот такие вот были приросты. Моя четверть 25 сантиметров полных. В этом году, как вы можете видеть, я ее общипал, подстриг. Поэтому приросты у нее там 5-10 сантиметров в тире составили. Ну, вот такая сосна. Возможно, на следующий год куда-то она отсюда переедет. Потому что здесь тесновато. И две вот этих вот почвопокровных розы, они дают жару на этой клумбе. И как бы держат здесь всех в такой узде. Сами, причем в узде не держатся никак. Ну, вот далее идем. Ну, далее. Далее. Ой, далее. Чуть не споткнулся об клумбу. Хочу показать своих вот таких вот гигантов. Гиганты в том отношении, что растут эти можжевельники очень быстро. Покупал я их высотой 1,80 метра. Толщиной они были вот такие вот с мою руку при длине растения, высоте растений 1,80 метра. Сейчас это уже, наверное, ушло к 4 метрам. Я вот по газовой трубе думаю. Возможно, нужно было бы померить рулеткой. Но не охота идти за рулеткой. Короче, в этом году они уже переросли в газовую трубу. Стричь я их в этом году не буду. Птички пытаются садиться на отдельные ветки. И под птичками эти ветки провисают. Вот так вот, покупались в Москве как Blue Arrow. Ну вот много по этому поводу уже дебатов, высказываний и прочего. Blue Arrow это или не Blue Arrow, поговорим как-нибудь в одной из последующих серий. У меня таких можжевельника 2. Красивые, плотные. На зиму нужно обязательно связывать, иначе снег их развалит. Застригать не буду. Почему? Потому что застригу их с весны. Ну, может быть, что-то где-то там отдельные веточки какие-то пригорят на них. Вот. Может быть, что-то там снегом еще поломается, повыворачивается некоторые веточки. Поэтому подстригу их с весны. В этом году стричь не стал. Вот так вот. Между ними красотка одна из первых. Как вот и та туечка вот у меня большая. Так, и эта туечка высотой 2,5 метра. Это точно. Я вот подхожу, меряю где-то приблизительно по себе. Хорошая, красивая. Один раз она здесь подгорала у меня очень сильно. После этого зимует у меня здесь под притяночной сеткой. Почему? Потому что вот здесь вот у нас очень-очень сильные между соседним домом и нашим домом очень сильные зимой сквозняки. Такие, что даже вот там вот под можжевельником никогда даже не задерживается снег. Все, когда поземка какая-то или пурга, все отсюда ветром сметает. Вот туда вот к забору, к воротам. Вот. А вот здесь вот даже камни вот эти вот остаются открытыми. Вот так вот. Возможно, это причина того, что растение, вот это здесь, то есть западный сморакт, она подгорает. Между ними, значит, у нас два можжевельника горизонтальных. Один можжевельник Андорра Компакта. Мне писали, что неоднократно, что это и лаймглоу. Нет, лаймглоу он такой уже сейчас, вот в это время, везде в горшочках, он такой прям рыженький-рыженький уже. А этот он такой нет, он сизовато-зеленоватый, и кончики уже становятся у него фиолетовым. Ну, сейчас вот с таким на камеру не особо видно, но вот глазу видно этот оттенок немножко фиолетовый. Ближе, прям когда вот уже начнутся посильнее морозы, он вообще сделается такой, как баклажановый. Вот. Таким образом, компактный низкий можжевельник Андорра Компакта. И вот этот можжевельник я покупал у бабушки вот так, усеньким крошечным черенком в 200-граммовом стаканчике. Значит, не знал, что за можжевельник, просто мне понравилась текстура его хвои. Она такая, вроде как бы, если вот так вот гладить, не колючая, когда начинаешь против шерсти вот так вот руку вести, то там попадаются иголочки, и он достаточно колючий. Весной это вообще такой красивый, ярко-салатово-золотистый можжевельник. Сейчас это вот такие отдельные веточки желтые, отдельные веточки зеленые. Подписчики написали, что это Old Gold. Я проштудировал всю информацию, противоречий никаких не нашел, поэтому думаю, что это можжевельник Old Gold. На этом и порешим. Далее. Между домом, аллея. Из четырех можжевельников Blue Arrow. Эти можжевельники более узкоколоновидные, потому что я их начал застригать с самого маленького возраста. Сейчас вот подхожу к ним, меряем высоту. Вот до конца руки это 2,50, и там еще у нас остается, ну, почти под 3 метра, ребята. Они вот приблизительно все на одном уровне идут. Вот. Даже вот этот вот можжевельник, который неоднократно, что-то у него макушка то обгорала, то подсыхала. Он догнал своих трех братьев. Ну, что хочу сказать, не горят ничего, ну, так отдельные веточки у них как-то из зимы иногда, вот кончики, которые, наверное, вот неодревесневшие, немножечко подгорают, подсыхают. Может быть, вот эти вот кончики неодревесневшие, сильные морозы, они, может быть, даже, я думаю, что и подмерзают. Ну, так вот, чисто вот на опыте, на своем уже. А так, хорошие. Растут очень быстро. Опять же говорю, кто вам говорит, что Блюэру и Скайрокеты, Мунглоу там и другие можжельники растут очень медленно, не слушайте никого. Растут очень быстро. Покупались саженцы 40-сантиметровые, ну, вот 25, моя четверть, и еще 15. Такими вот крысиными хвостиками. Ну, и вот, собственно говоря, 7 лет мы здесь целиком живем. Наверное, 5 лет точно, как эти растения посажены. Вот, представляете, за 5 лет они выросли вот такие вот уже 3-х метровые стройняшки. Но эти стройняшки, за исключением вот этого вот пузатика, потому что он такой какой-то все равно больше прет в ширину. Вот. Ну, и вот видите, наверное, какая-то птичка села, и вот веточка выломалась эта. И она, причем, выломалась очень сильно, она даже вот подвяла, мне кажется. Она потеряла уже даже свой цвет хвои. Ну, нужно просто взять секатор и выломать это. Так, ну и по низу. По низу, конечно же, здесь есть много чего. Мужжевельник. С таким красивым был один год он приростом, с белым. Все написали, увидели и все написали, что это холгер. Я загуглил, такой красивый белый прирост, точно холгер, обрадовался. Нифига подобного, на следующий год приросты уже были не такие, еще через год приросты были не такие. Но, тем не менее, возможно, что это Блю Альпс. Ну, может быть и не Блю Альпс. У Блю Альпс, наверное, как-то вот эти вот кисточки, они такие подлиннее, помассивнее чуть-чуть. А у этого нет. Хотя кора вот такая вот, видите, какая шелушащаяся, шелушащаяся. Пускай будет красивый, хороший можжевельник, набирает красивую форму, уже хорошего размера, поэтому даже особо не переживаю. Вот этот можжевельник, он чешуйчатый, соответственно, конечно же, по структуре своей хвои, но ведет себя достойно. Далее, можжевельник Блю Свит, покупался как Блю Свит, думаю, что Блю Свит. В этом году вся серединка у него вот здесь вот очень и очень сильно выпрела. Может быть, это грибковый какой-то, грибковый какой-то, что, ну, какой-то грибок распространился по нему. Вот, ну вот, короче, вырезали, вырезали, вырезали. Думал я его вообще застричь вот с той стороны, но пока оставил тоже. Ну, вот, если смотреть с этой стороны, он мне нравится, как растет. Ну, и вот так вот, просто вот эта вот большая лапа лежит здесь. Вот, мы же ходим на него, смотрим с разных сторон. Вот, возможно, что это даже и Блю Карпет, но покупался как Блю Свит. Вот. Далее у меня есть можжевельник вот такой вот простой, обычный, колючий, видовой. Просто обыкновенный можжевельник, может быть, даже какой-то из сорт, но он такой вот разлапистый, небольшой. В этом году также не получал никаких удаврений, поэтому приросты составили у него небольшие. Думал я из него здесь сделать шарик, но так как по соседству раскинулся шикарный, хороший, могучий Минджули, то все-таки я решил выводить его тоже колонной. Но, опять же, как и хочу сказать, я очень и очень ленивый. Надо было бы его в том году уже застричь, в этом году застричь, поддерживать ему такую колонновидную форму. Возможно, что тогда бы он и вверх пошел бы нарастать более сильно. Ну, вот, как-то все у меня, руки до него не доходят. Поливать доходят, а подстричь не доходят. Ну, бывает такое, ну и что? Вот теперь будем стричь с весны все вот эти можжевельники. Все-все-все. Ох, какие темные сейчас. Ну, и тогда уже подстрижем и его. Минджулип. Красавчик. Сейчас уже, наверное, вот так вот, от этой вот кисточки вот до той, метра четыре в диаметре. Вот он вот так вот больше нарастает, чем вот так. В этом году очень красиво зашишковался. Вот такие вот у него шишка ягоды. Шишка ягоды внутри вон такие уже синие. Здесь вот еще зеленые. Ну, что хочу сказать. Красавчик, он и есть красавчик. Ничем не болеет. Немножко, правда, так как зима была снежная, Так как зима была теплая у нас, Немножко серединочки у него там отдельные веточки подопревали. Вот. Ну, ничего страшного в этом нет. Даже вот, наверное, вот можно видеть там, вот видите, Я их недовырезал, потому что не добрался до них. Такие сверху кое-какие веточки убрал. Вот. Что теперь бывает, да, все зимы у нас разные, Поэтому можжевельники, которые зимуют под снегом, Они ведут себя, конечно же, по-разному. Но, тем не менее, общая картинка очень красивая. Яркий, красивый салатовый можжевельник. Далее, туиданика. Ну, эта туиданика у нас уже где-то метр в диаметре. Высоту она у нас небольшая, Сантиметров 40, наверное, 50 даже нет. Если смотреть сбоку, вот такая вот кочка просто зеленая. В зиму связываю. Так как она здесь с востока, дом, С юга у нее вот эти вот можжевельники большие уже. Она здесь не подгорает, ничего. Поэтому просто бечевочкой связываем по кроне, Стягиваем, и все. Звезда. Ну, это действительно звезда. Размер уже удовлетворяющий мою хвойную душу. Вот. Голдстар. Можжевельник средний голдстар. Действительно стар. Действительно звезда. Если сейчас вот так вот поднимемся на крылечко, Вот. И сверху вот так вот посмотрим, Вы видите, что более или менее он такой равномерный. Растет во все стороны, нарастает тоже равномерно. И вот эти лапки у него, как лучи, глядят в разные стороны. Значит, что тоже зима теплая была, И этот можжевельник очень сильно подопрел в этом году. Очень сильно. Размеры уже, ну, наверное, больше трех метров, наверное. Ну, вот, моя нога. И вот-вот-вот это все можжевельник. Ну, если даже посчитать, знаете, как по плиткам можно. Но это долго очень считать, ребят. Вот так вот. Плиточка в длину 20 сантиметров. Зима теплая, сильно подопрел, много вырезалось. Колючий, зараза. Вообще, особенно вот эти подсохшие все веточки, Они так и нравятся прямо впиться в кожу. Поэтому есть у меня специальные перчатки. Вот, подвырезалось все очень сильно. Немного продолжал в течение, наверное, июня. Дальше вот как-то веточки вот эти продолжали у него отмирать. Возможно, что, опять же говорю, что это грибковое заболевание какое-то. На протяжении всего вегетационного периода, Раза, наверное, три, может быть, четыре, Обрабатывался препаратом ракурс для хвойных. Вот, ну, вроде как все нормально, все заглохло. Молодые приросты стали закрывать вот эти проплешины. Ну, думаю, что если опять будет теплая зима, И опять он себя будет плохо вести, Возможно, что на следующий год уже пойдет из него делаться Ниваки. Вот, ну, потому что пол лета, Вот, как бы, серединка такая некультурная, нехорошо. Поэтому будем поднимать как-то, Камни будем под веточки подставлять, Будем поднимать и делать какие-то красивые лапки из него. Так, здесь у нас клумба заканчивается. Про все проговорили. И идем теперь вот на эту клумбу. Там мы закончили по забору туи голден самарагт. Здесь хвойных растений у меня никаких нету. Вплоть до стрикты. Можжевельник китайский стрикта. Один. И можжевельник китайский стрикта второй. Ну, сейчас вот так вот отойду подальше. Были посажены два идентичных саженца одного размера. Вот этот вот нарастает посильнее побольше, Тот нарастает послабее. Можжевельник китайский стрикта, И, к сожалению, у нас в нашей зоне четвертой, В нашей Тамбовской области, Очень сильно горит. Конечно же, опять же, год на год не приходится. Но один год я его не укрыл. И у меня вот так вот с южной стороны Эти два можжевельника сгорели до такой степени, Что здесь просто образовались ямы. Один можжевельник, он вот здесь вот рядом с туечкой Тедди. Он открыт и солнышко. И он весь восстановился. За два года вот целиком в том году они подгорели. В том году летом, весной они нарастали. В зиму ушли. В этом году я их притенял уже притеночной сеткой. Все хорошо. В этом году они также еще продолжали нарастать. Вот, то есть два года они нарастали. Вот тот можжевельник восстановился полностью. Вот этот, в связи с тем, что купена лекарственная, Его прямо вот здесь вот очень активно притеняет. Вы можете видеть. Вот так вот, если сделаем у него. Яма еще до сих пор сохранилась. Ну и здесь вот некоторый дефект еще остался. Потому что в тенечке. Если было бы на полном солнышке, то тоже хорошо бы зарос бы. И все было бы нормально. Но, по большому счету, мы смотрим на них с севера. С севера они красивые, плотные, хорошие. Два года подряд я их застригал. В этом году застригать их смысла я не вижу. Но вы видите, что ровные, красивые, никаких у них выбивающихся лидеров веточек нет. Поэтому, вроде, все нормально. Между ними ту и тедди. Хорошая, красивая кочка зеленая. Подгорает, но вроде как и не подгорает. Ведет себя нормально. Единственное, что тоже связываю ее по периметру вокруг. Вот так заматываю бечевочкой. Вот, собственно говоря, и все, что смогу сказать про ту и тедди. Дальше. Есть у меня еще вот здесь вот хвойная композиция. Значит. Ну, давайте, с чего. Тис ягодный. Покупался как Дэвид. Но у Дэвида более золотистая хвоя. Вот поэтому пришел к выводу с помощью вас, мои дорогие подписчики. Что это сорт фастигиата. Тис ягодный у нас, особенно, который формы узкоколоновидные, высокие, выглядывающие из-под снега, очень плохо зимуют. Нарастает активно. Нарастает хорошо. Но вот эти вот невызревшие, неодревесневшие побеги, если их не утеплять, скорее всего, то, наверное, они у нас подмерзают. Вот, первый, в прошлом году зима была, в позапрошлом году, перед зимой я его не укрывал и ничего с ним не делал. Так вот, он у меня весь обмерз, обгорел, и я даже думал, что, ну, не выкинуть ли мне его. Потому что вид у него был очень печальный и очень удручающий. В том году, осенью, я его замотал в три или в четыре слоя притяночной сетки. Весь целиком, со всех сторон, сверху тоже. Все это связал, макушечку тоже закрыл хорошо. Но вот по 10, наверное, по 5 на отдельных побегах, на отдельных побегах по 10 сантиметров, у него все равно вот эти вот неодревесневшие молодые побеги, они, я так думаю, что, скорее всего, наверное, подмерзли. Будем наблюдать за ним и дальше. Но притяночка, притяночная сетка или же какая-то белая хэбэшная простыня для него нужны обязательно. В этом году, кстати, может быть, попробую его даже замотать вот в какую-то белую хэбэшную ткань. Вот, не в притяночную сетку, а в белую хэбэшную ткань. Посмотрим, как он перезимует в ней. Ну и на следующий год, конечно же, расскажу вам. Здесь вот у меня вот такая вот сосна с достаточно голубой хвоей. Вот купил себе в этом году Hillside Creeper. Все пытался их сравнить, посмотреть, как они друг на друга или похожи, или нет. Потому что я так вот чую, что по структуре роста Hillside Creeper, наверное, что-то наподобие растет. Но у Hillside Creeper хвоя ярко-зеленая. А у этой сосны хвоя вот такая вот с голубоватым оттенком. Штамбик вот такой вот уже хороший. Немножко, правда, он засранец, завалился на бок. Но выправлять уже, скорее всего, наверное, смысла нет. Потому что он такой хороший, мощный, держит снеговую нагрузку сам уже. Вот поэтому вот сосна растет вот в такой вот какой-то полуплакучей форме. То есть веточки у нее нарастают и вот так вот опускаются чуть-чуть вниз. Ну и лаванда цветет. Немножко пошевелил запах какой стоит. Далее еще одно растение на штамбе. Это лиственница. И опять же спасибо вам, мои дорогие подписчики. Благодаря вам я узнал ее название. Это блюдварф. Голубой гном. Вот сейчас подойду прям к ней поближе-поближе. Смотрите, какие приростики она дает. Вот на отдельных веточках такие вот мощные, красивые хвоинки. Посмотрите. Вот. Те веточки, которые поспокойнее нарастают, они вот такие вот, ну просто ровненькие, хорошенькие. Короче, очень красивое растение. Штамбик высотой приблизительно где-то метр. Здесь вот была болячка небольшая. Болячка. Я закрывал ее простой изолентой. Болячка заросла вся хорошо, благополучно. Ну а на следующий год мы поменяем вот эти вот стяжечки, которые тоже сделаны из изоленты. Очень красивая карликовая форма лиственницы. Голубой гном. Блюдварф. Вот это действительно карлик. Ну по лиственницам что, вопросов никаких нет. Зимует хорошо, хвоинки сбросили, поэтому обгорать нечему. Единственное, что вот у этой вот лиственницы очень неравномерно распускаются хвоинки весной. И некоторые веточки, а в некоторые годы даже вот целые вот такие вот участки, они знаете, как бы тормозятся. И уже вся лиственница распустилась. Вся уже зелененькая такая, видно, что все почки живые. А вот такая вот какая-то одна часть, она вся сухая. И вроде бы нужно взять секатор и отрезать ее. Но не спешите этого делать. Проходит неделька-вторая, и эти почки начинают тоже распускаться. Я так чуть вот не набедокурил вот с этой вот своей лиственницей. Слава богу, то что был очень сильно занят. И некогда мне было все взять в руки секатор и к ней подойти. А когда уже я взял секатор и подошел, говорю, нужно ее там все подрезать. Оказалось, что эти все почки тоже начали потихонечку распускаться. Вот так вот. Вот такой вот сюрприз может нам преподнести эта лиственница. Ну, во всяком случае, у меня. Ну, и край дорожки. Еще один карлик. Хотя мне пишут, что это, мол, типа не карлик. И вот пройдет там 20 лет. И она будет огромная. Ну, да, наверное, через 20 лет эта ель обыкновенная индеформис будет огромная. Ой, ну пока, пока она вот только-только... Ну, вот бордюр 10 сантиметров шириной. И вот она только вот отдельными веточками своими залезла на бордюр. А так растет. Ну, что растет? Ну, вот приросты. Это вот приросты у нее. Ну, сколько? Даже 10 сантиметров нет. 5-10, так скажем. Вот с такой вот скоростью она нарастает. Причем наши дожди, вот эти, которые шли-шли, лили-лилили, видите, вызвали, я не знаю даже какую, вторую волну или третью волну прироста у растений. Вот так вот некоторые почки, отдельные почки начали развиваться. Ель обыкновенная индеформис, как и все остальные ели обыкновенные у нас в Тамбовской области зимуют отлично. Неважно, какая она колоновидная или подушковидная, если это ель обыкновенная, ничто ей не страшно. Ни теплая зима, ни холодная зима, ни обилие снега. Короче, отличное растение, которое отлично себя ведет. Поэтому вот в последнее время я так вот и немножечко, если вы заметили, переключился на какие-то елочки все больше, уходя в сторону от можжевельников и туй. Ну тут у нас что? Тут у нас ничего. Тут очень красивая вот такая вот с красными листьями. Да сейчас так и сказал, что это гортензия, которая пурпурная, от ванилы фрайс, фрайсмельба. Вот, сорт образован от ванилы фрайс. Материнские семена были взяты от ванилы фрайс и выведен вот этот сорт фрайсмельба. Так, а мы по хвойным. Остается у нас вот эта клумба парадная, где вот такой красивый парадный столб у нас. Ну куда деваться, это казенный столб, его никуда не деть. Давайте, наверное, что? Наверное, пойдем все-таки вот отсюда, от калитки. По этой клумбе. Край подбит туями микки или майки. И то, и то название правильное. Вот, три штучки и между ними две штучки голден таффет. Возможно, многие видели то видео, где эта переделочка состоялась. Здесь росла роза, еще что-то. А, астра была. Ну, сентябринки, вот эти вот октябринки, как их еще там называли. Я их отсюда убрал, посадил вот такие вот туечки. Туя микки или майки, она действительно карлик, действительно очень медленно нарастает. Ну, а знаете, голден таффет вроде как и карлик, но прям заметные стали такие пятачки. В дальнейшем, вот мне пишут, опять же, некоторые индивидуумы продолжают все писать, что очень все часто посажено, очень все густо посажено. И вот здесь мы можем видеть, что можжевельник казацкий вариегата, он уже наползает на тую микки и на тую голден таффет. Вот, так что, вот на следующий год я немножечко обстригую этот можжевельник вот с этой вот стороны. И туечки эти маленькие будут продолжать в том же духе. Если же мне не захочется сдерживать в росте можжевельник вот этот вот казацкий вариегата, ну, я просто выкопаю вот эти вот два растения или, может быть, три растения и продам желающим приобрести такие растения. А поверьте, желающих приобрести уже подрощенные карлики очень и очень много. Ну, и, конечно, продам чуть подороже, чем продавал те растения, которые были очень маленькие. Вот так вот. Можжевельник. Итак, что по этим туечкам? Туечки эти зимовали у нас под ведрами. В этом году, не знаю, возможно, свежую. Голден таффет и ничего с ними не делал. То есть, они расплюснулись снегом, льдом. Под снегом, подо льдом они долго очень находились, не обгорали ничего. Ну, и как бы нормально себя чувствовали. Можжевельник казацкий вариегата. Неоднократно уже говорил, что сейчас вот много очень влаги. И он, посмотрите, такой прям красивый, красивый, зелененький. С желтыми вот такими вот, с нежно-желтыми, лимонными или, можно сказать, молочными приростами. Ну, что, вот эти вот все лимонные, молочные, желтые приросты за зиму погибнут. Это уже пройденный этап. И это мы уже знаем наизусть. Вот. Но, как-то за июнь он быстренько так зарастает весь. И потом просто радует меня. Очень красивый, яркий, хороший акцент, на котором все останавливают свое внимание. Далее. Двумя колоннами, двумя вертикалями в этой клумбе является Это можжевельник обыкновенный Голдкон и Туисмаракт Вариегата. Туисмаракт Вариегата наросла в этом году очень хорошо. Дала хороший прирост. Но, так же, как и ее собрат по вариегатности, в зиму все вот эти вариегатные хвоинки, они погибают у нас. То ли у них морозостойкость маленькая, то ли еще что-то. То ли, может быть, из-за того, что нет обилия солнечного света, вот они из-за этого погибают. Ну, так же весной она быстро очень приходит в себя. Немножечко я ее весной в этом году просто ножничками подрезал, срезая вот эти все сухие молочные приросты. Вот. И, в принципе, неплохо смотрится здесь. Можжевельник связывается на зиму по окружности. Имеет уже большой габитус. Вот если мы можем вот так вот сделать, то, видите, Туисмаракт из-за него даже не видно, потому что он, наверное, раза в полтора уже шире Туи. Немножко как-то растет неровненько в том отношении, что крона у него заваливается. Ну, пока еще ни разу не стригся. Единственное, что немножко я вот здесь вот прорезал ножницами ему, потому что, чтобы между растениями продувало немножко ветерочек. Был доступ воздуха. Прирост весной очень красивый. Можжевельник бесподобный. Здесь он у меня просто связанный, обыкновенный можжевельник. Ничем я его здесь не притеняю. Ну, вот в этом году, думаю, что даже не связывать его буду, а заверну в притяночную сетку. И, возможно, таким образом он более успешно даже перезимует. И, может быть, даже будет лучше держать свою крону. Но, скорее всего, наверное, то, что в следующем году я ему уже сделаю кардинальную стрижку. И стрижку эту сделаю, знаете, когда? Не рано с весны, а вот после того, как он выдаст свой красивый прирост, и будет таким вот золотистым-золотистым стоять достаточно продолжительное время, где-то приблизительно с месяц. А потом, когда хвоинки начнут приобретать сине-зеленую окрасочку, тогда уже я его, скорее всего, и подстригу. Почему? Потому что если вот с весны, как я его подстриг, вот с этой стороны, знаете, здесь-то он оброс красиво потом, золотистыми хвоинками своими, молодым приростом. А вот с этой стороны, где подстриг, там он не стал обрастать, не захотел. Вот, почки, которые, наверное, он заложил уже, вот, я их состриг, и поэтому он у меня получился немножко такой, ну, кособокий, однобокий, что ли. Но, тем не менее, отсюда вот был очень красивый. На своем опыте, да, мы что-то делаем, что-то переделываем, вот, и учимся более правильно обращаться с хвойными растениями. И это только на своем опыте, ребят. Очень много смотрю, очень много читаю, очень много узнаю, мне интересно. Каждый день там по несколько роликов смотрю в Ютубе, вот, каждый день там открываю Гугл, читаю про сорта. Да, но только на своей шкуре можно определить, как растет то иное растение, растет ли оно у нас. Ну, и да, если, допустим, я вот живу в Тамбовской области, на востоке Тамбовской области, да, то, конечно же, те, кто живут по соседству рядом со мной, могут придерживаться этих советов. А те, допустим, кто живут уже на юге Воронежской области, нет, ребят, совсем уже другое. Совсем другой климат, совсем другая зима, совсем другое солнце, поэтому только вот, или смотрим и слушаем соседей, которые прям близко-близко, или же только на своей шкуре все узнаем и как бы подмечаем. Ладно. Далее. Туэ западная Мирием. Ну, это такая вот золотисто-зелененькая сейчас она. При ростике у нее более интересные весной. карликовая форма растет очень и очень медленно. На зиму, что, просто связываем и все. Далее. Вот видите, говорю вам про эти дожди и вот про такие вот приросты. Хвойные офигели от этих дождей. Вот, посмотрите. Молодые приростики на многих веточках начали распускаться. И это у нас карлик из карликов. Пихта бальзамическая. Хотел сказать киви. Нано. Пихта бальзамическая нано. Так как зима теплая была и очень обилие снега было, то тоже отдельные веточки у этой пихты подопрели. Под снегом весна была долгая, снег долго не таял. Вот, вот это все, вот эта вот промозглость, обледенение, замерзание, оттаивание снега, они, конечно, в этом году, ну, так скажем, наделали бед. Вот, со многими растениями, которые под снегом. А так, абсолютно хорошенькое растение. Мягенькое, нежненькое. Вот даже в этом, несмотря на жару в этом году, ну, многие хворинки даже и не подгорели. Вот, чувствует себя хорошо. Единственное, то, что, вот говорю, то, что под снегом вот получилось, как и у многих лежачих можжевельников, у можжевельников средних, подопревание произошло. Так, далее идем на угол клумбы. Сосногорный мопс. Красивая, хорошая, плотная сосеночка. Также, как и в прошлом году я вам показывал, вот здесь вот у мопса приросты там до 10 сантиметров. Ну, и вот здесь вот такая вот отдельная веточка, вот, это приростики такие прям крошечные-крошечные, набитые-набитые. Ну, вот такой вот у меня двуликий мопс. Беспроблемное растение, зимует отлично, из-под снега выходит отлично. Короче, сосны, еле колючие, еле обыкновенные, это все топ растений, которые вот отлично у нас себя ведут. туя, западная, мистер боулинг-бол, также хорошенькая туя, свереско видные хвои, очень красиво смотрится вот сейчас осенью, потому что основные стволики становятся ярко-ярко-коричневыми, а вот эти боковые все хвоиночки, они еще такие зеленовато-сизоватые, и получается такая вот ажурная форма, колечневатая, зеленоватая, но со стороны смотрится очень красиво. Туя, Мария, карликовая форма, туи западной, колонновидной, зимует неплохо, но подгорает на солнышке, подгорает достаточно сильно, если ее не притенять. В этом году я проводил эксперимент и не связывал свои колонновидные туи. Эта вот туя, она состоит из трех основных стволов, и ее очень-очень сильно развалило, поэтому по весне я ее с боков застригал, поэтому вид у нее такой немножечко неказистый, так скажем, но теперь будет все это связываться, притеняться, больше эксперименты с такими растениями я проводить не буду, поэтому все будет я думаю хорошо. Ну и последним хвойным растением на этой клумбе является можжевельник горизонтальный принцуэльский, вот здесь вот он заполняет вот этот пятачок, я думаю, что через годика-два он с этим уже-уже хорошо справится, и будет все отлично, тем более вот там вот освободилось местечко около камня, и я думаю, что он теперь с удовольствием поползет своими побегами на следующий год вот в ту сторону, я думаю, что он будет довольный. Ну так вот, еще вот столько хвойных растений в моей копилочке, и остается у нас жемчужина всего моего сада, вот, быстренько сейчас пробегусь, неоднократно вы видели эту клумбу у меня уже на обзорах, высокая клумба, приподнятая клумба хвойный микс, где больше ничего, никаких растений не растет. Знаете, я вот потихонечку даже задумываюсь о том, чтобы вот со многих других клумб также убрать, допустим, растения, как вот тимьян, как очеток, как вот эти карликовые розы, вот какие-то такие другие розы, ну, тут еще флок шаловидный, просто розы, вот, и оставлять вот так вот только хвойные, да, для кого-то кто-то скажет, что это, ну, там, грустно, печально и монотонно, я скажу, нифига подобного, это очень красиво, это совсем не монотонно, это вот даже сейчас вы можете видеть, что это очень большая разница по окраске, структуре, росту, хвои и самих растений, итак, центр, ель колючая глаук, глобоза, ну, я думаю, что она уже у 80% людей, любящих хвойные растения, растет в садах, приблизительно где-то метр в диаметре уже стало, и сантиметров 70, наверное, 60-70 в высоту, вот такая красивая елка, ель колючая, глаук, глобоза, абсолютно непривередливая, как и все остальные ели колючие, к тому же еще это клумба высокая, здесь снега не столь много, из-за того, что, опять же, клумба высокая, снег этот тает здесь на порядок раньше, вот, поэтому, вот здесь вот никакие растения не подопрели, и чувствует себя отлично, но, вот, я уже, как бы, наверное, неоднократно говорю, повторяюсь, то, что, когда я делал эту высокую клумбу, я думал, чем же ее посадить, первый год, когда она там у нас еще была, ну, так, полусделанная, так скажем, здесь сажался просто петуния, вот, очень красиво, каскадами, вот, как сейчас можжевельник от петунии отсюда свисала, вот, и я написал Наталье Самойенко, тогда еще это был канал Европлант Лайф, и посоветовался с ней, вот, о этой клумбе, и она сказала, что сажай, здесь хвойное растение, даже не бойся, и даже ни о чем не думай, хвойное растение любят вот такие приподнятые клумбы, им это очень нравится, я ее послушал, и ни капельки потом об этом не пожалел, единственное, что мы как-то немножко старались вот это вот, но, до того, как я начал мульчировать корой, заполнять пространство, то лобелий, то еще чем-то, то гехерамия, вот, все это, наконец, отсюда весь этот, ну, опять так скажем, грубо скажу, мусор, он ушел, вот, и остались только хвойные, четыре можжевельника golden carpet, они посадились здесь позже на год, в весной двадцатого года, и вот так вот уже за два года они разрослись, практически уже, ну, я думаю, что на пятьдесят процентов, заполняя вот эту территорию, думаю, что еще года два, и вся эта территория заполнится, и будет вообще отлично, лапки начнут свисать, не только вот с этой стороны, лапки начнут свисать со всех сторон, ну, а пройдет, думаю, лет десять, и это будет красивый, золотистый каскад, золотистый фонтан из можжевельника golden carpet, на углу голубая звезда, блюстар, можжевельник чешуйчатый, красивый, но немножко, так скажем, привередливый, в отдельные зимы у него вот так вот, видите, хвоиночки как бы чуть-чуть подопревают, это вот так вот он выходит с зимы, то есть все-таки вот немножечко, немножечко здесь вот подопревание какое-то вот именно у этого можжевельника оно есть, я как бы не очень к этому прям так вот внимательно присматриваюсь, внимательно отношусь, все хвойные обработались весной ракурсом, в течение лета еще несколько раз обрабатывались ракурсом, поэтому ничего страшного в этом я не вижу. Туя, янтарь, туя западная, амберглоу, красивая, золотистая туя, вот если отсюда смотрим, то она играет между трех голубых растений, она прям играет своим цветом и выделяется, и в то же время подчеркивает своим цветом голубизну цвета остальных растений. на зиму сматывается как и все круглые туи по кроне обязательно, потому что если этого не сделать, то из зимы у вас выйдет лепешка, не шарик, а лепешка расплюснутая, которая возможно уже потом никогда не восстановится. у меня туя голден глоб восстанавливалась наверное года два, а то и больше. Ель канадская, куда же без канадок? Сестра коники, название выскочило из головы, все сейчас думал, думал про нее, вот, и название выскочило из головы. Ну ладно, подпишу обязательно сандерсблю, нет, не буду подписывать, ель канадская сандерсблю, посмотрите, вот тоже, вот эти вот дожди, что натворили у нас? Приростики, 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 третья волна приростов пошла. Чем примечательна эта елочка? Во-первых, тем, что она голубая, во-вторых, тем, что потихонечку старые приросты, вот, они у них так немножечко уходят в зеленый цвет, а молодые приросты, вот вторая волна прироста, она такая ярко-ярко-голубая, вот, издалека даже можно видеть, как вот эта вторая волна прироста резко отличается от основного цвета хвои на этой елочке, и елочка такая, как бы, украшенная стоит, очень красивая, неприхотливая, некапризная, здесь я ее ничем не укрываю, и она у меня не горит, Людмила Турбанова утверждает, что эта елочка не горит вообще, находясь у нее на полном открытом мартовском солнышке, у меня в марте здесь солнышка нет, потому что у нас это северная сторона, и дом у нас создает на эту клумбу, так как весной еще солнышко не очень высоко, дом создает здесь тень, вот так вот, так далее, уже, уже, видите, то было все лето ярко-ярко-зеленое, а началось похолодание, началось сокращение светового дня, и уже, уже, сосна горная Винтерголд начала приобретать свою истинную окраску, из-за которой, собственно говоря, ее и назвали, Винтерголд, зимнее золото, растет достаточно быстро, как и все сосны, может подвергаться весной нападению сосновых пилищиков, это такие зеленые гусеницы, которые могут, если не уследить за ними весной, приблизительно где-то у нас это май месяц, то могут сожрать прямо часть растения, а то и все растения, если это растение не очень большое по размеру, прям буквально за день, за два, да, оставляют голые веточки, обгрызают всю хвою, и все, растение потом целый год стоит такое неприглядное, некрасивое, зимует отлично, как и все сосны, не горит, не вымерзает, не подгорает, ничего, крону держит хорошо форма, то есть стволики у нее такие уже там достаточно одревесневшие, снеговую нагрузку держит хорошо, поэтому не связывается и чувствует себя отлично, ту западную из матлик, красивая, хорошая точка, про нее я неоднократно уже говорил тоже в своих роликах, здесь вот на высокой клумбе она нарастает отлично, размер у нее уже где-то наверное метр двадцать, метр тридцать, ну полтора наверное нет, так визуально меряю по себе все, вот, эта точка зеленая, она разбавляет здесь голубой, желтый цвет, отлично смотрится, тем более, вот если смотреть опять же вот отсюда вот со ступенек вот в дальнейшем это будет там колонна вот может быть она будет даже широкая что и хорошо потому что на фоне зеленого опять же очень хорошо играют голубые и золотистые тона так, ну а мы сейчас вернемся опять туда там у меня вот с бачку есть такой тоже один как бы бриллиантик или жемчужинка это туи восточная випкорт была посажена осенью 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 двадцатого года ну да не в том году вот все боялся я за ее зимостойкость первый год накрывал такой широкой чашей от ну как широким цветочным горшком чтобы не поломал снег не расплющил ее и чтобы ну как бы она была немножко защищена перезимовала нормально в этом году уже ничем я ее не закрывал немножко вот такие вот отдельные вот эти вот хвоинки веточки точнее хвоинки у них это вот такие вот не знаю наведется камера или нет такие вот прижатые к веточке плоские чешуйки вот хвоинки а это вот все веточка отдельные кончики веточек они вот так вот сантиметров по 10 то ли подмерзли то ли может быть подопрели не могу пока сказать потому что вот только еще сам учусь с ней наблюдаю за ней а так в принципе вот все я их вот так вот подошел буквально вот так вот поотрывал от сухих хвоиночки ну и вроде все стало хорошо все стало нормально растет в непонятном направлении нарастает вроде бы неплохо но все таки не так быстро как хочется кто какое растение хочет тот такое и купит себе вот кто хочет побольше тот купит побольше кто хочет поменьше подешевле значит покупайте поменьше подешевле ничего страшного вырастет Ну и последним растением на этой клумбе является лиственница японская пендула Мне неоднократно писали, что это лиственница Стив Виппер Но вот покупал я ее как пендулу, поэтому она и есть у меня пендула На ней было написано на этикетке лиственница японская пендула Поэтому вот так вот Это растение растет очень хорошо, нарастает очень хорошо, зимует очень хорошо Покупал я это растение прям такой вот тощенькой-тощенькой, хиленькой-хиленькой Но вот за несколько лет мы уже можем видеть, как оно хорошо нарастает и быстро нарастает Крону я два года как уже застригал у этого растения В следующем году крону я застригать не буду Точнее я ее прорежу Но вот эти вот длинные отдельные ветки застригать не буду Хочу спустить их вот сюда и вот сюда Чтобы здесь был такой своего рода как водопад и каскад Но в последующем будем прорежать Обязательно, чтобы не сильно загущалась крона Вот и все Но каскад этот теперь будем оставлять Так как ствол теперь уже достаточно мощный и толстый И стоит на хорошей опоре Вот, опору здесь мы меняли вместе с вами Ну а на этом я хочу проститься с вами А точнее сказать до свидания Потому что час и пять минут ролик Немножко может быть там подвырежу какие-то отдельные моментики Закончу вот таким вот видом Красивым Всем пока Всем всего доброго Здоровья и мир вам, дорогие мои